Смесь террари, стардювали и зельды В ней есть вкачка древа навыков, фарм, данжи, боссы, отсылки, измена внешки, готовка, зелье, расширение острова, автоматизация А еще тут есть музей, где можно закрывать коллекции а-ля усилки из стардювали И если вы думаете, что я переборщил с перечислениями, то скажу так Это даже не одна десятая часть контента, который есть в игре Тут даже боссы есть Чему я был очень удивлен, потому что до последнего думал, что их нет Эта игра выбрала в себя вообще все самое лучшее из других шедевров Тут даже НПСы с квестами есть Правда, сейчас ты скорее всего хочешь написать какой-нибудь злостный комментарий По типу того, что я ошибаюсь, ничего не понимаю и так далее Но спорим, после просмотра ты точно изменишь свое мнение А в конце я поясню, почему так назвал ролик, что 4Ager это замена террари После спавна я сразу начал все изучать, смотреть И тут на нас вываливается целая куча контента Навыки, которые можно прокачивать в разные стороны Постройки, добыча резов, хп, энергия, голод и конечно же фарм Я добывал вообще все и везде Расширял остров, выполнял квесты унипов Но в какой-то момент из бомжа с палкой я стал бомжом с палкой на уже более большом острове Потому что со временем я открывал остальные его фрагменты Начинал вырисовываться какая-никакая база И резов с деньгами становилось больше Правда, навыки-то я качал почти на бум То есть те, что мне просто нравились А левелов становилось больше Опыта требовалось соответственно тоже больше А его добыча не увеличивалась И прежний 15-минутный фарм превращался в часовое безумие Где я просто бегал и добывал все резы на острове Замечать такие вещи надо сразу в любой игре А я понял это чуть позднее, чем нужно было И стало заметно, что я получил свое наказание Поэтому более внимательно почитав навыки Я решил, что автоматизация станет моим выходом Добавно, что она тут реализована очень ясно Но я почему-то до последнего не совсем понимал, как это все работает А спустя часок-другой я доформил все, что нужно И у меня появился пассивный доход А также АФК фарм вообще всего Правда, в этом и проблема, что всего Нам ведь совсем не так важно Помимо двух руд добывать на участке 14 цветов, верно? Решилась она легко, потому что, как оказалось, в игре есть куча строений Крафт станции в каждой категории Бафалки видеалтерей для игрока Бафалки всех построек вокруг Автоубивалки мобов Автодобывалки, про которые я говорил И то, что мне нужно Каминоломня Хоть она открывается при помощи навыка Она себя полностью окупает А все потому, что куча руд на довольно немаленькой территории Точно того стоит Мало того, что там есть жилы, где больше шанс выбить самоцветы Так еще там есть и новый материал Обсидиан, который я до этого мог только выбивать рынком А, вы не знаете Блин Но давайте по порядку и более подробно Это все-таки обзор Самоцветы это аметисты, рубины и все гемы из террарии Подметили, да? Сейчас, наверное, как и я в начале Вы подумаете, что они чисто для продажи Или не очень полезные Но как же я ошибался Я с самого начала продавал все самоцветы, которые мне попадались И, к слову, они нужны для всех вещей, связанных с автоматизацией А самое забавное Не для меня, конечно Что они нужны просто в промышленных масштабах Видели бы вы мое лицо, когда я случайно заметил, что могу крафтить королевскую сталь из них? А она мне была очень нужна Я не мог понять, как ее сделать Также вы, скорее всего, хотите спросить про выбивание рынком Че-то я вот проскипал Зачем я про самоцветы начал рассказывать? Если коротко, об этом я нигде не слышал Но случайно заметил, что при сносе любого строения Выпадает столько же ресурсов, сколько оно стоит для постройки А рынок обновляется совсем нечасто Поэтому я сложил дважды два И попробовал строить, проверять магазин и сносить И тут я и понял, что таким способом можно получить любые ресурсы, которые тебе сейчас недоступны Или ты не знаешь, где их достать А тогда я не знал, где достать обсидиан И теперь, когда вы про это знаете Объясню про то, как я получил первые электросхемы До того, как это вообще возможно Они это основной ингредиент для автофармилок всяких В общем, смотрите Скорее всего, разработчик так и задумывал Что пусть игрок там сам с этим разберется Либо это просто я тупой Но я выбрал между фармом и поиском строить и сносить рынок Пока я не получу обсидиан Для электросхем А еще я купил две электросхемы Которые тут довольно дорогие Ну, для меня В тот момент А после часа обуза такой фишки Я построил тот самый первый горняк Это и есть строение для автоматизации Которое добывает все в большом радиусе Либо это я просто до этого вкачал навык на увеличение радиуса И не видел, как он выглядит до этого Правда, вы, наверное, сейчас ожидаете Как и я тогда от него супер-мега-жесткую добычу Но он добывает хорошо Но не то, чтобы очень быстро А когда у меня появилась каменоломня Та самая, которая спавнит жилы, рут и так далее Я поставил ее на крайнюю часть островов Где нет вообще ничего лишнего А рядом со временем все больше горняков У которых в радиусе не было ничего лишнего, кроме рут В общем, вот тут игра и начинает полностью автоматизироваться И игроку из основного остается доделать какие-то свои дела Снаряжение максимально улучшить Подготовиться к боссам И апнуть хп с энергией при помощи сфер духа Под снаряжением я имею ввиду кирку, которой идет основная добыча Меч, которым можно очень эффективно убивать врагов Молот, которым можно чинить все твои строения Которые злые дурочки иногда ломают И лук с лопатой, где лопатой можно вот так копать Чтобы садить разные растения Семена которых крафтятся на мельнице А лук он просто лук Стоит, наверное, пояснить, что тут и идут всякие выборы, зависящие от тебя Хочешь быть фермером? Да просто возьми, вскопай все острова и засади их любыми растениями Хочешь быть гением? Иди в автоматизацию А перед этим качни магию И кстати о ней В начале я подумал, что это буквально магия Ну типа лед, огонь, вода Но на деле эта магия просто очень сильно ускоряет твой прогресс Если не считать зелья Еще на столиках из навыков магии Можно делать книжки, которые ускоряют фарм опыта Крафтить бомбы, которыми ты можешь взрывать резы И быстро их собирать Реально полезные зелья, где некоторые бафают получение опыта Ускоряют добычу и повышают твой урон Кучу свитков, где каждый имеет свое применение Но про это все можно говорить много Правда я никогда об этом не знаю Но ничего особенно важного они не делают Просто прикольные фишечки Заспавнят вокруг тебя деревья Вызовут звездопад Короче, вам это не надо Еще поясню за тему АФК фарма Она меня привлекает во всех играх Потому что мне самому банально интересна эта тема А в Форейджере эта тема просто великолепна Потому что когда вы получите у Нипа Шута такой артефакт Что вас вообще не будут трогать скелеты Вы можете вообще не волноваться о том Что когда встанете в АФК На вашу базу придет черт и все разрушит А обычные слаймы, которые тут в основном водятся Нападают только когда вы выходите за пределы базы Где они спавнятся А если у вас, к примеру, забор и пол Как у меня Можете не беспокоиться Просто встаете в АФК Ваши добывалки работают И все Еще тут очень круто реализованы АФК крафты Можно просто подойти к печке, к примеру И поставить, чтобы она всегда бесконечно переплавляла золото Как только оно у вас появляется, конечно А рядом в какой-нибудь наковальне поставить Чтобы она бесконечно крафтила монеты Из золота, которое у вас переплавляется бесконечно И так можно с чем угодно, на любой крафт станции Я этим пользовался и постоял так в АФК пару часов Но больше этим я сильно не пользовался Потому что игра на то и сделана, чтобы в нее играть Ну разве что чуть-чуть Еще интересная тема это хранилища Вы, возможно, уже замечали их на футажах ранее Но они не работают так, как вы, скорее всего, подумали Их подковырка в том, что закидывая в них любой ресурс При его, допустим, фарме, когда вы его подбираете Он будет сразу попадать туда, а не к вам в инвентарь Но не поспешите думать, что это минус Потому что крафтить вещи, где он нужен Можно даже не доставая его из хранилища Потому что по механике он, угадайте что Будто в вашем инвентаре А если проще, хранилище это как бы до подсеки вашего инвентаря Кстати, еще один забавный факт Находясь в данжах, вы будете получать ресурсы именно в инвентарь Так как, скорее всего, они считаются отдельными мирами И я так и не понял, работают ли в этот момент ваши АФК станции Всякие крафты, но по ощущениям нет И пока я не затронул данжа с боссами и узелки из Тардювали Давайте сразу закроем темы с внешками, отсылками и НПСами Внешки тут меняются при помощи шкафа в доме одного из НИПов И их тут довольно немало А получать их можно за ачивочки Их тут тоже много, но затрагивать я их не буду Ибо сам даже все не выполнил за 24 часа в игре Еще в одежде есть разные отсылки на игры Просто абсурдные шапки А также рюкзачки Но не думайте, что внешки что-то меняют Это все равно чисто косметика А с НПСами тут все, как по мне, обычно Нашел НПСы на земле, которые ты открыл Дал ему Ресов для его истории, которые он вам поведал Получил сундук, открыл золотым ключом, который надо крафтить Готово, у тебя какой-нибудь новый артефакт Который, к примеру, дает тебе дружно жить со скелетами Что забавно, перед тем, как идти закрывать все секреты Я повстречал разных НИПов Находил сундуки и так далее А из них я получал кучу сфер духа А в этой игре это что-то вроде мгновенного апа любой из твоей статы К примеру, получил сферу духа И ты благодаря этому можешь навсегда увеличить урон, хп, энергию Или же апнуть один левел пасса Точнее, не пасса, а навыков Я не знаю, что я назвал его пассом Очевидно, я выбирал навыки, но хпшками энергии не пренебрегал А в итоге последние навыки, которые я открывал, оказались очень даже крутыми К примеру, я в последнюю очередь открыл ботинки Которые дают увеличенную скорость и высокий шанс уклонения У них есть несколько ловелов, но я сразу дошел до максимально доступных мне Та же самая тема и с перчатками Они ускоряют удары Хоу, краны А, и все Еще в последнюю очередь, к большому сожалению Я открыл баллисты, которые автоматически убивают всех мобов поблизости А у меня их почему-то резко стало сильно больше Если быть точнее, все кроме моей базы было в мобах Повезло, что я ее вообще построил И так, благодаря арбалетам, я плюс-минус урегулировал ситуацию А последнее, что я открыл перед боссами и т.д. стали амулеты Повышение количества добываемых ресурсов Это безумно полезно Но я рад, что поздно, но качну Еще я под конец вкачал налоготовки Там все плюс-минус просто Ставишь кастрюлю, которая открылась И крафтишь еду из ингредиентов Кстати, я долго не мог понять, как получить молоко И мне в голову пришла гениальная мысль Тыкнуть банкой на корову Это сработало А еще я с самого начала не понимал, как получить масло А оказывается, добывалку этого самого масла Которую я не мог поставить на землю Надо ставить на воду, а не на землю И благодаря этим открытиям я продвинулся много где Но вдруг заметил, что во вкладке магии я до сих пор не строил создавалку знаков Поставив, я почитал, что она крафтит И был в шоке Потому что эта штука нужна для призывалок боссов И портал в измерении, где лежат еще более топовые ресурсы На этот момент у меня в игре было 24 часа Я думал, что это конец игры Но как же я ошибался Потому что в этот момент мое понимание игры полностью изменилось Я думал, что встречусь с боссами в данжах, а не в обычном мире при помощи знамен Я думал, что я скоро пройду игру, а я даже половину ачивок не выполнил Но все же я решил ставить и убирать рынок, чтобы покупать новые ресы Благо деньги это уже не проблема Купил я благодаря рероллам рынков очень много А если быть точнее, стоп, ты же не хочешь потерять кучу контента игры Лучше попробуй поиграть сам, а боссы, данжи и все такое, я тебе скажу так Просто великолепные и правда сложные, хоть я тебе о них и не рассказал Тем более, если бы я вам сейчас рассказал все Вы бы точно не стали проходить 4Ager, потому что все знаете А так я рассказал самого интересного по кусочкам И оставил очень много недосказанного Ну а теперь отвечаю на вопрос Почему же я назвал 4Ager концом террарии? Сейчас хайп вокруг террарии немаленький Скоро выйдет 1.4.5, ютуб снова взорвется Но подвох-то в том, что по словам разработчиков 1.4.5 это последнее обновление Что это означает для нас, игроков? Больше нового контента не появится Хайп после взрыва утихнет, а со временем она просто потеряет популярность А что происходит, когда игра, закрепившая за собой топ-1 в своем жанре, перестает хайпить? Правильно, это ее конец, и ей на смену приходит новая А какие у нас кандидаты заменить террарию? Starbound и 4Ager Starbound это летание по планетам, что-то связанное с космосом В общем, вайп вообще не тот Сорян, если я не прав, не играл, но скоро это исправлю Я вон ее укупил уже даже А вот 4Ager отлично подходит по всем параметрам В нем даже костюмы из террария есть В общем, надеюсь, вы со мной не согласны, переубедите И также попробуйте 4Ager и поймете какая-то топовая игра А с вами был Менебес Увидимся в следующем ролике Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok